приветствую вас на канале 5 звезд многодетные на чемоданах и сегодня у нас очень интересная тема выпуска развития детей в этом выпуске я покажу нашу рутину как я занимаюсь детьми немножко будет как мы читаем гуляем по одному направлению бы что-то некоторые друзья сказали что я уже эксперт в этом вопросе не буду с ними спорить потому что у меня их трое и я прошла через разные этапы развития сделала кучу ошибок потом меняла методики воспитания и в итоге наверное к третьему ребенку у меня сложилось более-менее гармоничное понимание что такое развитие я люблю изучать тему воспитания прочитала очень много книг о развитии детей посетила лекции покупала мастер-классы и давайте расскажу о своих любимых у петра новская покупала несколько мастер-классов и у нее основная главная книга которую должны прочитать все родители это тайная опора надеюсь вы уже это сделали книга о том что любовь и поддержка безусловная любовь материнская отцовская нужна детям на протяжении всей жизни а книга которая запечатлилась в моей памяти надолго это резякин ваши дети не ваши дети о том что дети это гости в нашей жизни мы должны относиться к ним как гостям не третировать не настаивать не манипулировать и не выстраивать их как мерионеток под свою жизнь третья очень познавательная книга покой игра развития та книга о том что с детьми надо больше играть нежели их учить раннее развитие не так принципиально влияет на будущую жизнь ребенка нежели совместные игры и какое-то творческое времяпрепровождение мне очень нравится система развития монтесори два первых ребенка у меня ходили в садик монтесори один ходил даже школу монтесори пока мы не переехали из россии книга которая поможет понять что такое система монтесори это законы естественного развития про то что научи меня делать это самому родители в спешке в торопях очень часто делают за ребенка те вещи которые он в принципе уже должен иметь и именно система монтесори учила моих детей самостоятельности косуня да пошло боже заборчик для нас давай заходим обратно я люблю развивающие занятия это наверное больше развлечения для меня там кто-то занимается с ребенком я могу часть посмотреть посидеть когда не я занимаюсь а кто-то мне помогает это конечно для мамочки большой подспорья я согласна с многими современными психологами что изучать с детьми с раннего рождения математику азбуку несколько языков не нужно но вот физическое развитие для детей с рождения обязательно двоих своих первых пацанов я родила в екатеринбурге там довольно суровый климат и нет моря как вы знаете но когда им исполнилось первому два месяца мы пошли сразу детский бассейн со вторым мы пошли в бассейн уже с двух недель и ни разу я об этом не пожалела мальчики получились крепкие закаленные и все детство они у меня проплавали с оливия оливия родилась здесь в турции и море она окнулась первый раз по-моему в месяц потому что она родилась в апреле и в мае мы уже ее испугнули сейчас мы идем в бассейн это будет первая тренировка у нее с тренером раньше тренировала ее я ты будешь плавать в тете пример это конечно не мама там все будет жестко и прогресс пойдет быстрее с мамой то чем мы там валовались плескались но сколько ей почти два года ручками ножками она болтается на пока не плавает старший у меня тоже сам начал плавать на чьи не знает что будет тренироваться с настоящим тренером у нас есть кстати для пози очень теплый но маленькая чаша для малышей самая главная ошибка у нас была с первенцем это то что мы ему рано дали планшет это произошло до года когда мы с мужем начали активно путешествовать и он в ресторанах не хотел сидеть в стульчиках как хотели родители мы ему включили планшет и очень умело он там в 11 или 10 год может быть начал все это сортировать мы так гордились как у нас продвинутый как мы спокойно можем сидеть час в ресторане он с этим планшетом сидит ему можно запихивать любую еду и потом когда полтора или два года они помню это было давненько уже 12 назад мы увидели что он без планшета не ест что он там без планшета не управляем не адекватен мы поняли что планшет надо убирать целиком естественно в ресторанах мы его перестали давать для него это был стресс он не хотел есть происходит расстройство пищевого поведения вот с этим планшетом на прогулку слава богу мы его не брали в ресторане пользовались петух там пукарекает и со вторым мы в принципе перестали не не стали давать планшет он у нас замечательно кушал в ресторанах гулял без всяких гаджетов и доченьке мы не даем планшет потому что с первым поняли это зло и когда я вижу что в современном мире во всех странах где бы мы путешествовали детям дают даже годовалым на прогулку в руки телефон они не смотрят на кошечек они не смотрят на деревья смотрят там какие-то мультяшки или еще хуже youtube распаковку каких-то игрушек для меня это конечно трэш и травма для этого надо послушать крупатого про как это его называют гаджетомания информационный дебилизм да человек находится в этой дофаминовой яме и без гаджета уже не представляет свою жизнь и мы детей с раннего возраста к этому приучаем это конечно ошибка взрослых и не допускайте пожалуйста если вы читаете да нет планшет никакого зла не приведет когда он вырастет вы поймете что человек уже из этого мира не вытащить пусть любуются природы пусть играет в игрушки они вот в этот гаджет где там постоянно все надо тыкать пальцем а потом он пирамидку собрать не может так что будьте с детьми больше как можно больше потому что они скоро вырастут залез в свой компьютер вот как наш старшенький 13 лет и и а 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 и зебру встретил смотрю он в африке встретил зебру и с нами зебра красная капельку в красное ведро смотришь вот синяя правильно а вот сюда еще вниз 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 а вот на зеленую капельку стараюсь творческую жилку развивать свои доченьки она частенько разросовывает и себя и мебель вот я уже затерла но оставлять ее с красками конечно опасно да доченька место хочу ее прибирать за собой прилипло покажи свои ручки все вытерла вот пятна вот желтый любим слушать железного логарифмик с мошка на ладошка узики помай я у меня просто нет слов оливия это трэш где ты у меня достала все крупы зачем ты на пол накидала смотри сколько 3 3 пачки ты испортил детское образование как вы поняли я люблю ранее развитие ребенка но это должно быть в игровой форме два моих старших ребенка один старший один средний ходили в мантесори садики и мне очень нравится система мантесори наверное все они слышали это когда в пространстве создана специальная среда для ребенка со специальным оборудованием учебными материалами пособиями с которыми ребенок занимается самостоятельно после того как педагог показал сначала он занимается с мамой в группе потом мама уходит из группы дети остаются и в системе мантесори их очень быстро учат быть самостоятельными самому зашнуровывать ботинки самому одеваться все это по чутким и нежным руководством надзором мне очень понравилась эта система даже старшего мы отдали в мантесори школу он с 1 по 4 по моему класс ходил в мантесори школу это такое прикольное зрелище было класс для разных возрастов детей где нету строго расставленных парк нету звонков перемены есть но по свободному также выбору там дети сами решают чем они занимаются и сколько мантесори школа учит правильно распределять время они дают для детей план на день неделю и месяц и ребенок сам определяет сколько чем он занимается где у него есть пробелы где ему надо побольше поучиться он сам выбирает предметы для обучения конечно есть учителя на английском и русском языке они помогают курируют но без тотального контроля и без оценок естественно а потом мы его переехали в турцию здесь образование очень отличается от российского здесь как мантесори системе не ставят оценок есть только в конце четверти тесты по каждому предмету по струбальной системе если ты сдаешь меньше 50 или 30 баллов это считается двойкой и тебя могут не перевести следующий класс очень такая расслабленная здесь система в турции детей не шпиняют они пишут карандашом им не ставят этих двоек не зачеркивают неправильные ответы красной ручкой как-то так на лайте все проходит возможно здесь результаты будут по итогу хуже но как знать по идее школы эти оценки пятерки будущем на жизни не так уж и сильно и сказывается а мотивация любовь к школе и желание ходить в нее обучение обучаться самому вот это первостепенная и значимая часть школ помимо бассейна в россии я очень любила мягкую семейную школу она есть практически во всех крупных городах россии там учат играть вместе с детьми не только играть заниматься спортом вместе бегать вместе кидать мячики вместе делать колбаски это такая тактильно эмоционально сближающая спортивная секция семейная так называемая мягкая семейная школа это можно даже повторять дома мягкая семейная школа устраивает лагеря по россии и выезжая даже за границу мы вот этим летом попали наш любимую мягкую семейную школу которая приехала из екатеринбурга вот сюда под анталией проводила лагерь я была очень счастлива что я три детей могла туда сводить и если у вас есть мягкая семейная школа в россии посмотрите погуглите обязательно сходите учит контактировать коммуницировать чувствовать и правильно развивать ваших детей она учит давай сделаем это вместе я тебя научу я покажу я играю с тобой мы вместе когда я забеременела вторым ребенком мироном я начала изучать вопрос как бы не возникла ревности и обиды у первого ребенка для этого я прочитала книгу адель фабер братья и сестры как помочь детям жить дружно и мне очень помогла книга павла и ирзяйкина ваши дети не ваши дети которые рассказывается на взрослых примерах что значит когда в семью приводит второго ребенка конечно для первого это стресс и непонимание зачем это как привести вторую жену домой и первая жена должна забиться уголок и не привлекать внимание поэтому после этих книг и мягкая семейная школа меня тоже этому научила мы уделяли достаточно много как обычное понимание первому а второму маленькому пока он не знает как должно быть пока он вообще привыкает к этому месте его нужды первостепенно ему удовлетворяли но проводили время общались читали играли как прежде с феликсом чтобы он не заметил что мир перевернулся он теперь 2 ненужные забыты ребенок поэтому мягкая школа тоже говорит что иерархия в семье должна сохраняться всю жизнь вы не должны над маленьким трястись ему важнее я буду с ними он должен быть всегда со мной нет важнее вы всегда всю жизнь будете первому он старший уделяйте ему время и когда он вырастет и когда он будет подростком он ваш ребенок общайтесь им также а уже потом со вторым и с третьим потому что те так как как вы будете вести себя так они привыкнут первым все-таки пьет что-то делите торт или конфеты люди привыкли вот самому маленькому самому первому нет это ошибочное явление потому что старший начинает обижаться по иерархии во первых муж семья самый главный ему самый главный основной кусок потом первенцу он больше всех в этой семье живет среди детей второму ребенку и третьему и не надо самого маленького на пьедестал поднимать и относиться как какому-то святому все преклоняйтесь и тихо в квартире не должны ходить он может мы так и делали и второй и третий ребенок в принципе привыкли в шуме сказать потому что у нас много детей и мы спокойно к этому относились что межполушарное развитие когда у вас две руки работают одновременно находят одинаковый знак одинаковый знак но это не одинаковый знак мирон а вот крестик и крестик с одной мягкая семейная школа и монтесори садик монтесори школа научили меня тому что можно без нагнетания без давления без прессинга предлагаю ребенку свою помощь давай вместе давай я покажу когда вы вместе играете вместе читаете книги вместе я даже у меня бывало что мои дети боялись вора каких-то я говорю давай вместе я поднимала свою попу хоть это было немного лень мы скатывали смесь а потом их было с горки не снять и мне понравился этот девиз давай вместе они у меня парнишки выросли такие смелые что в аквапарках с огромных взрослых город они катаются потому что я им своим примером показывала я смелая я про качусь даже когда мне было страшновато я для того чтобы парни не трусили никогда не показывала что мне страшно я шла показывала пример я качусь это довело до того что мы с мужем как-то в краснодаре полетели вдвоем с парашютом спрыгивали мы из самолета и когда мы готовились муж по приколу спросил нашего семилетнего сына феликса хочешь с нами он сказал хочу и мы прыгали трое мне было страшновато мы конечно с инструктором каждый был в тандеме мы прыгали мне было страшновато за феликса но не показывала я своего страха если ребенок у меня пошел по пути смелости если родители готовы говорят что это не опасно я тоже хочу он был счастлив с нами прыгнуть и я счастлива что он у меня получился таким снегом же только что объясняли в этом естественно самое главное развитие для моей самой маленькой дочки это прогулки мы гуляем бесконечно много два часа утром и где-то полтора вечера мы услышали петушка здесь за забором пришли с дочкой искать а нашли только собаку то есть наверное вот за вторым забором да если вам понравился этот выпуск развития детей про мой материнский опыт прошу вас поставить пальцы верху напишите комментарии напишите что для вас важно в развитии что для вас важно что для вас важно по взаимоотношениях с детьми до встречи на канале